Что за взрыв прогремел под Москвой? Дрон или все-таки пиротехника? Работают ли украинские агенты в Кремле? И что Путин будет делать после того, когда мобилизует всех зэков? Друзья, приветствую! Это Невзоровская среда совместно с 24 каналом. Меня зовут Анастасия Норицына. Александр Глебович, здравствуйте! Добрый день, добрый вечер, Настенька. Очень приятно вас видеть. Ну, у нас много всяких событий, но для начала давай объясним бедному зрителю, чем мы тут занимаемся и зачем мы тут вообще собрались. Ты помнишь Виа, да? Конечно же. Да. И вот мы занимаемся примерно тем же самым. Мы пытаемся поднять отечные, алкоголические веки спившегося и отуревшего русского народа, чтобы он наконец увидел, какое дерьмо его завели. Насколько для него эта ситуация страшна, опасна, маргинальна, губительна, в какую его ведут беду, в какое его ведут горе. Я подозреваю, что это наша деятельность, это совершенно идиотское занятие, потому что русский Ви крепче сжимает свои веки, лишь бы не видеть и не понимать задницы, в которой он оказался. А всем нам, в общем, конечно, было бы пора уже наплевать на него, но от того, насколько быстро он прозреет, от этого зависит количество смертей потрясающих людей на фронте. Потому что я уже говорил, ты знаешь, да, на вопрос, чьи потери больше в этой войне, я сказал, что количественно, конечно, потери больше у России. Но у Украины они несоизмеримо больше качественно, потому что если с русской стороны дохнут и гибнут никому не нужные опущенные, грязные, антисанитарные, давно выведенные за пределы какой бы то ни было социальной пригодности, но в основном, по крайней мере, персонажи, со стороны Украины гибнут люди потрясающие с путем, с делом, с молодостью, с силами, с научными званиями, с языками и так далее, и так далее. Действительно, потери несопоставимы. И по вот этой невзоровской логике получается, что они, в общем, к сожалению, конечно, у Украины гораздо выше. Ну вот смотри, Настя, да, вот Путин доказывает, что не бывает настолько плохих ситуаций, чтобы их нельзя было ухудшить. Ну, у него получается ухудшить каждую страшную ступень вот этой всей общей деградации. И вот каждый день, каждый новый закон, каждое новое распоряжение, каждая новая готовность к мобилизации – это такой новый гвоздь в гроб России. Вроде бы ничего нового. Тебя ведь тут, я думаю, ничего не удивляет, Настя, да? Не удивляет. Но я тебя могу удивить, да, все-таки, потому что самое потрясающее в этой истории, что когда мы видим Путина, который, Путина, министров, депутатов, которые азартно заколачивают гвозди в гроб своей страны, Настя, изнутри, изнутри тоже стучат, изнутри тоже забивают гвозди. Это ведь такая вот, я бы сказал, удивительная козябра, особенность русского народа. И вообще очень многое, вот я понимаю, почему у вас в Украине уже абсолютно отчаялись, отчаялись ждать, когда русские прозреют, когда русские поймут, когда русские прекратят, ну, тем правом, которое вроде бы есть у 140-миллионного народа, прекратят это. Кровавое безумие, дикость, бред, очевидный всему миру. Я думаю, что вы уже утратили надежду. Ну вот в частности ты, Настя, скажи мне, есть ли у тебя надежда на прозрение русских или нету? У меня лично нету, потому что, ну, у меня даже есть личный пример с моими родственниками в России. Если кто услышал, у меня русская фамилия Норицына. Поэтому, когда в начале войны они мне написали, потерпите, вас спасают, ну, мы что-то там пытались скидывать в видео, как здесь в Киеве бомбят, как убивают их солдат. Но нет. И после этого ничего не изменилось. Хотя уже прошло сколько? Более года войны. Да, и я тебе могу сказать, что, вероятно, надежд в Украине и во всем остальном мире на то, что какое-то просветление мозгов в России не наступит, надежд уже нет. Через три десятка лет, возможно. Честно, совершенно. Что? Думаю, возможно, через несколько десятков лет только. Да, но, понимаешь, я подозреваю, что на самом деле всегда, если не можешь объяснить, то надо винить не тупость ученика, а не способность учителя. Возможно, все дело в нас, которые не могут объяснить. Мы вот понимаем, что каждый президент, он отчасти как бы водитель такой машины времени. Но вот у Вовы Путина машины ездят только задним ходом, никаким другим. И вот ты просто сама видела, как на днях Путин павлинием пером, который он выдернул из хвоста Шойгу, он, значит, от имени сверхдержавы подписал братание с Африкой. И уже мгновенно строятся африканские деревни. Камазы везут туда бетоны, кирпичи, 30 штук православных африканских деревень. То есть вот все абсолютно является безумием. И, вероятно, мы не понимаем одной важной вещи, что у России абсолютно вне человеческая кривозеркальная логика. Вот Евросоюз, Мир, НАТО, Соединенные Штаты называют Россию крупнейшим вызовом для европейской безопасности. И сколько в этих словах, доложу я тебе, Настя, счастья для русского сердца. Вот аж люди, да, вот они от этого теряют на самом деле голову. Мало того, что Россию считают крупнейшим вызовом безопасности Европы, так еще и об этом говорят. И вот это, вот пойми, обитатели этих бессортирных трущоб Архангельска, Хрущева-Купчина, испытывают вот прям острейшее наслаждение от того, что их боятся создатели мерседесов, коллайдеров, те, у кого есть свобода, те, у кого есть право выбора и образования. Вот для обитателей какого-нибудь верхнего гниложопина вот нет счастья высшего, чем знание того, что Париж и Брюссель трясет от страха от одной мыслью об этом гниложопине, да, и переполненный гордостью за свою страну, вот этот орк, он с умилением смотрит на свои гнилые деревни, прокаженные, изъязвленные дороги, на толпы чиновничьего варья, и у него сразу возникает желание это все защитить. Он сразу видит, что вот ради этого можно, можно пойти изгнить в лесополосе на окраине, на окраине Украины, да? Вот вы знаете, мне кажется, объяснить им то, что это кровавая война, мы можем только тем, если эта война перейдет на их территорию. Ну, мне кажется, только так люди поймут, что они делают и зачем. И вот, возможно, вот те задымления, которые сегодня произошли и в Крыму, и в Курске, и даже во Владивостоке, но самое основное и красивое это на заводе в Загорске, там же тоже не просто так, наверное, это Бавовна, Витбуласе. На этом заводе круглосуточно делают ночные прицелы для танков, прицелы для самолетов, для ракет. Но вы знаете, я предлагаю даже послушать, как это объясняют россиянам, которые смотрят телевизор, Ну, давай, хорошо, давай, давай, давай. И какая их основная версия? Подмосковные следователи-криминалисты выехали на место взрыва на заводе. Прямо сейчас они работают на месте. Прокуратура подтвердила версию, что взрыв в Сергеевом посаде прогремел на складе пиротехнических изделий. Силовики устанавливают причины ЧП. Взрыв на территории завода произошел из-за нарушения технологического процесса. То есть это не БПЛА, как ранее сообщали некоторые источники. Нарушение технологического процесса и склад с пиротехникой. Ну, у меня сразу возникает вопрос, а что склад с пиротехникой делает на военном объекте? Ну и, кстати, Александр Глебович, вы один из первых, кто в своем телеграм-канале объяснил, почему это не пиротехника. Нет, я был не один из первых. Я был первым, потому что я действительно очень хорошо знаю, что такое взрывы. И знаешь, вот, Настя, даже мне не обязательно находиться где-то рядышком. Я вот просто по картинке взрыва чувствую его запах. Я понимаю, что это за взрыв, из чего он состоит. Я вот буквально могу обонять микрочастицы. И по характеру взрыва было сразу понятно, что это, конечно, никакая не пиротехника, близко не пиротехника, потому что любая, абсолютно, вот запомни, это закон, да, любая пиротехника всегда создает такую многоэтажную, многоэтапную взрывную конструкцию и последовательную детонацию цепного типа, да, потому что на любом складе пиротехники всегда пиротехнические изделия не спрессованы в какую-то единую, грубо говоря, связанную единой брезантностью структуру. Это все равно разделенные между собой оболочками, упаковками, стеллажами различные, различные совершенно взрывосмеси. Более того, мы прекрасно знаем, что есть особый, особый совершенно вот фейерверк, особые разрывы, как циркониевых смесей, там обязательно должен быть хромат бария, там должен быть то ли вот сицелит кальция, то ли силицит. Настя, силицит или сицелит? Сицелит. Хорошо. А вот это все должно быть, и это все придает совершенно особый, особый характер взрыву. То есть вот это все беспомощное, наивное, потешное вранье, на которое сразу пошла российская пропаганда, потому что для нее невыносимо больно, мучительно признать, что практически в охраняемой зоне секретное производство, военное производство можно быть вот так вот, одним щелчком уничтожено практически полностью. К тому же, как мы знаем, сегодня, да, сегодня в Москву наведывались дроны с Украины, и они не только порхали, не только показывали язык и били стекла в Москва-Сити, они занимались гораздо более важными, как мы понимаем, делами. И вот в сети уже, кстати, появилось первое видео, вернее, первое звуковое сообщение о том, что, да, действительно, над местом взрыва был замечен беспилотник. Беспилотник здоровенный, но неизвестный. Это можно у меня прослушать в телеграм-канале Невзоров. Но дело даже не в этом. Дело в том, не то, как был произведен этот взрыв. Понятно было, что это действительно был сознательный взрыв, который не имеет ничего общего с пиротехникой, потому что вот, ну, ты видела, наверное, пиротехнические склады, они взрываются ужасно весело. Они взрываются ярко, красиво, празднично. Они сопровождаются разбросами и выбросами и огненным расцветанием все равно части взорвавшихся и разнесенных, разметенных взрывами компонентов. И вот Загорский взрыв, конечно, ни с какой пиротехникой ничего близко не имеет, но мы знаем, что у них и в свое время в Советском Союзе и Чернобыльская катастрофа тоже была представлена как, ну, скажем так, излишне громкий пук главного инженера Чернобыльской АЭС, а излишне громкий пук главного инженера был вызван некачественным компотом. Ну, по-моему, именно это было первой версией. Чернобыльской аварии, отчего это, собственно, произошло. Ну, вот сейчас известно о, по-моему, уже 45 тяжело раненых, около 110 человек посечено, повреждено, оглушено, контужено. Четыре, четыре здания уничтожены вот просто заподлицо подчистую. Ну, о трупах они пока молчат. Разумеется, нигде это сразу видно, да, потому что вот эти остатки и силициды калия, и магния, и прочих там даже элементов вышибного заряда, там, черного пороха, они же видны сразу, они видны на всем. Это такая вещь, которую не заметить невозможно. Чекисты там нервничают, которые работают на месте взрыва, телефоны выхватывают, хамят. И, насколько я понимаю, насколько я понимаю, сейчас у ворот этого Загорского завода, который производил секретную оптику, томятся гражданки, томятся гражданки, которые не могут обнаружить своих мужей, там, сыновей ни среди раненых, ни среди живых, ни среди контуженных. И этих гражданок довольно много. И вот в Телеграм-канале у меня тоже уже лежит видео, такое относительно финальное видео, того, как выглядит эпицентр взрыва, где как раз были снесены и уничтожены целых четыре больших здания. И эта картинка, в общем, очень красноречивая. Она намекает на то, что фрагменты пропавших без вести людей там искать бесполезно. А искать имеет их смысл где-то в районе трехкилометрового радиуса. И, вероятно, там уже к вечеру бабушки из соседних садоводств в авоськах понесут головы и руки, которые они обнаружат у себя на огородиках. Здесь нет никакого злорадства. Я просто, как всегда, рассуждаю предельно, прямо жестко и реалистично. Эти люди не пошли в Украину. Эти люди, правда, обслуживали войну. Но, тем не менее, у нас нет оснований их вот так, прям сразу в лоб называть такими же подонками, как и тех, кто непосредственно воюет. И вот, кстати, те, кто непосредственно воюет, ты хотя бы понимаешь вообще, откуда они берутся? Вот как вроде бы, вроде бы разумный, вроде бы живущий в 21 веке, вроде бы чему-то поучившись в школе. Человек соглашается идти на эту войну. Вот до тебя это. Ты можешь это понять? Ну, деньги. Единственное, наверное, что их мотивирует. Ну, ты понимаешь, что это разовые деньги. Это деньги случайные. Это не профессия. Но их дают. Если бы их не давали, то, возможно, бы... Нет. Ну, понимаешь, это очень, на самом деле, деньги – это очень слабый мотиватор. Особенно для, как ни странно, русских, которые, да, на них падки, но, тем не менее, понимают эфемерность. Нет, я тебе могу сказать, это тот единственный, это очень умело проведенная история. И это очень умело выстроенный единственный, Настя, лифт – единственный коридор, по которому вообще современный русский человек в глубинке может начать какое-то движение хоть куда-то, да. Вокруг него выстроены сплошные стены из алкоголизма, безработицы, бессмысленности, беспросветицы, помойки, руины, унижения. И вот для него делают вот эту дырку, которая хоть куда-то ведет. Ведь, я думаю, что, кстати говоря, в Украине этого тоже нет, нет этого провинциального комплекса, нет того, что человек попадает в рабство своей жизни в провинции, а в России это есть очень сильно. И вот в этой сплошной стене он видит лукаво, хитро и подло оставленную ему одну единственную дырку. Эта дырка ведет на войну. Она больше не ведет никуда. Он понимает всю гибельность, но это единственное, куда он вообще может двинуться. Потому что ведь действительно беспросветится абсолютнейшее. И люди очень быстро, конечно, деградируют. Я в свое время сказал, конечно, ужасную вещь. Я в свое время сказал, что знание того факта, что человек является жителем, например, Хрюкалева, категорически избавляет от необходимости знакомиться с его мнением по любому вопросу. Это значит, что он смирился с этой деградацией, он смирился с тем местом где-то на обочине человечества, которое ему было выделено. и он уже абсолютно не может стать никаким другим. То есть и деньги, и вот это, и вместе с тем, ну, конечно, и безразличие тоже. Что касается взрыва, то да, действительно, я посмотрел еще никаких более радикальных качественных новостей нет, но вот сейчас будут вскрываться подробности. в любом случае мы с тобой сейчас могли бы аккуратненько смотри на меня, не отвлекайся, мы могли бы с тобой друг к другу подмигнуть. Давай, подмигивай. То есть мы друг к другу отлично поняли. Я думаю, что нас поняли и все остальные тоже. И никакого отношения, вот то, что мы дальше будем говорить о Буданове, никакого отношения Буданов к пришедшему вообще, как всегда, не иметь. Вообще нет. Украина к этому не причастна. Это там кто-то покурил снова не в положенном месте и что-то взорвалось. Вот вы, кстати, говорили в этих сицелидах калия, магния и циркония и все, что могло бы там появиться, но мы увидели, что на территории этого завода появились снаряды. Вот, как вы считаете, а что снаряды? Ну, снаряды там, во-первых, во-первых, снаряд это штука, которая может откуда-нибудь прилететь. Снаряд это неплохой, скажем так, организатор взрыва, который может приехать в чем-нибудь багажнике. снаряды не обязательно взрываются все. Наивно думать, что это был какой-то склад. Я думаю, что склад снарядов русских, я думаю, что это был совершенно другого типа корпус, где производились другого типа работы, а снаряды могли быть использованы в качестве нового компонента взрывного устройства, если оно было достаточно большим и приехало, я уж не знаю прямо откуда и не знаю, кто там был за рулем. И мы все этого в общем пока не знаем, но можем только догадываться. По поводу... То есть мы видим, что вот эта вот война Украины, она выходит на совершенно новый уровень и что сегодня Москве в гости заглянул Бахмут. заглянули руины украинских городов, заглянули призраки тех матерей и тех людей, которые были порваны в клочья взрывами. Впервые это произошло и в Москве тоже. Мы понимаем, что это будет нарастать, мы понимаем, что это неостановимо, потому что, к сожалению, такова жуткая смертоносная логика войны и ее справедливость. И уже люди невластны над справедливостью и над ее логикой. Она уже диктует правила игры и управлять ею невозможно. Слишком много страшного зла было совершено, слишком много преступлений, и поэтому теперь я подозреваю, что война уже полностью взяла управление ситуацией в свои руки. Я напомню для наших зрителей, что кроме этого завода сегодня Собянин сообщал о том, что на подлёде к Москве были сбиты два беспилотника, один в районе Минского шоссе, второй в районе Домонедова. Но, кстати, по поводу Буданова и того, что мы к этому точно не причастны, то появилась информация, что элитный украинский батальон ГУР под названием Шаман готовится к ликвидации высокопоставленных российских офицеров, сообщает The Times. Они уже более года проводят подобные рейды на объекты инфраструктуры в тылу врага, а теперь получили новую задачу. Они провели более 10 подобных операций за последние полгода. Свои цели бойцы не называют. То есть, к чему теперь готовиться и даже не к чему, а кому, наверное, готовиться? Ну, вы знаете, давайте мы не будем уподобляться тем людям, которые либо делают вид, что они знают все, либо делают вид, что они ничего не знают, но на самом деле действительно знают все. Давайте мы пройдем аккуратненько посерединке между этими двумя критическими состояниями, потому что, когда люди делают вид, что они знают все, это гарантированно мошенники, а когда люди точно делают вид, что они ничего не знают, то, как правило, это люди самые осведомленные. Конечно, такого рода операции будут, такого рода операции неизбежны, и все это укладывается в элементарную логику и элементарную стилистику войны. Без этого не бывает. Действительно, уже дирижирует война, уже не люди управляют этим процессом. Но, несмотря на то, что наверняка будут крики про нарушение конвенции, тем не менее, защищающаяся страна, а Украина остается защищающейся от агрессии, от нападения, от подлости и преступления страной, защищающаяся страна имеет право на все. Человек, в дом которого вломились, где устраивают погром насилия, поджоги, рвут проводку, хамят, гадят по углам, убивают детей, он, защищаясь, имеет право на все. И нет никаких ограничений ни в Уставе, ни в мировом уголовном праве, ни в кодексах войны и чести, нет никаких ограничений для того, кто защищается. Кстати говоря, еще одно последствие вот этого взрыва и беспилотников опять были закрыты аэропорты в Москве, опять была так называемая небесная блокада, и я подозреваю, что вообще в скором времени это станет довольно обыденным в Москве делом. Но давай мы перейдем к такой малоприятной подробности, потому что мы видим, что отсутствие каких-то радикальных, ярких, глобальных событий на фронте к сожалению, к сожалению, приводит к тому, что масса политологов, которые имеют влияние политологов, аналитиков, конспирологов политических, они перешли в режим такой прям вот апокалиптической мастурбации, и примерно каждые семь минут во всех интернетах из шляп достаются за уши, достаются зайцы всяких пророчеств о принуждении Украины к миру, о вероломстве западных элит, о заморозке войны и так далее, и так далее. И расплодились и среди зрителей тоже расплодились большие любители этого жанра, они вот подстроились как-то к ритму политологов, которые публично заняты своим любимым делом, и вот они тоже, значит, эти любители пророчеств, они принялись терзать свои маленькие интеллектуальные пипирки. Это выглядит забавно, но в ситуации войны это совершенно излишне, потому что вот тут следует помнить, что всякую поразительную осведомленность о планах западных элит проявляют особи, как правило, не имеющие никакого отношения к этим элитам и близко к ним не подпущенные. И вот все эти тревожные конспирологические вести из-за кулис мировой политики в своих клювиках, как правило, тащат те, кто ни за какие кулисы никогда допущены не был. И вот в чем проблема политологов, почему они паникуют, почему они порождают эти версии. Дело в том, что 99% политологов понятия не имеют о том, что такое война. Они никогда на ней не были, они никогда не наблюдали лицом к лицу ее дикую логику, ее медлительность, ее неспешную, иногда стремительную, но иногда и неспешную кровожадность. И вот если война продолжается дольше, чем они привыкли по голливудскому кино, то есть два часа, то они уже трубят тревогу, и для них уже все идет не так. Но на самом деле все, конечно, вот на самом деле просто надо понимать, что все предельно просто. Все предельно просто на данный момент. Россия это пойманная, уличенная воровка, которая вцепилась в награбленное и не хочет это награбленное отдавать. просто потому, что на украденном ею чемодане с украинской землей она уже успела написать свою фамилию. Но это ничего не значит, извините. И вокруг этой воровки собрался уже весь вокзал. Дуру пинают, дуру стыдят, дури разжимают пальцы. Есть, конечно, разговорчики про то, что вот лучше ей сразу отрезать руки, но вот этих разжимателей гуманистов, конечно, как всегда предельно больше. И вот эта роль России на сегодня, она предельно жалкая, ее никто не отменил и никаким величием не пахнет, потому что, ну, во-первых, надо понимать, что спятивший чекист и не мог ей нарисовать никакую другую роль на мировом театре. Ну, просто не мог, да, это совсем другая история. И вот мы видим этот штиль, что он порождает эти дикие химеры, он порождает совершенно нелепые, невероятные ситуации, которые не нужны и которые ведь надо понимать, надо понимать прежде всего одно, то, что обязана понимать и ты, то, что обязан понимать и я, потому что сейчас чья-нибудь грубая, с заусенцами, перепачканная в глине рука может нажать несколько кнопок на телефоне в окопе, да, и мы каким-то образом подействуем на настроение этого человека, мы каким-то образом можем его, ему либо добавить храбрости, либо испортить ему настроение, то есть мы обязаны понимать, что нас видят на фронте, это очень, это особенно я говорю про себя, потому что я знаю от своих друзей в Азове, я знаю, насколько они относятся к той вот безобразной прямоте, которую я демонстрирую, насколько с большим интересом, и я понимаю, что на фронте смотрят многое, и вот мы видим эту дикую ситуацию с Россией, которая предлагает разойтись по-хорошему, иначе, чтобы милиция отошла, все отошли, чемодан оставить ей, иначе она разобьет свою голову, понимаешь ли, оперон, и всех забрызгает ядовитыми мозгами, а про то, что у нее мозги ядовиты, и у нее есть справка, и вот показывает справку, то есть это вот этот дикий шантаж, и вместе с тем абсолютно не, абсолютно невероятная ситуация. А вот, кстати, вы говорите о том, что Россия вцепилась своими когтями, не готова ничего отдавать, отпускать, но почему тогда Песков в одном из своих интервью говорит о том, что сейчас страна-агрессор не претендует ни на какие другие территории, кроме тех четырех, которые они записали в свою так называемую конституцию, ну я имею в виду это Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, но при этом сейчас мы знаем, что оккупанты есть и на территории Харьковской области, и на территории Николаевской области. Что будет с этим и как нам тогда вообще понимать эти слова Пескова? Это они пытаются договориться, или же они показывают, что Кремль утолил свои аппетиты, и они готовы идти на меньшее? Нет, ну понимаете, то, на что они готовы идти, абсолютно неприемлемы для человечества. Я уж не говорю про Украину, я говорю именно про человечество, потому что это та самая ситуация, когда грабежника или грабежницу, когда воровку отпускают с украденным гею и оставляют ее в покое. Это абсолютно исключено, потому что это полностью подрывает и аннуирует существующий в мире и так достаточно хрупкий порядок вещей. Это не устроит никого, это бессмысленные слова, как бессмысленно практически все, что говорит Песков. Пойми, мы, как у нас такая жалкая роль, потому что мы вынуждены вот эти все, я имею в виду жалкая роль, у нас с тобой, у меня, у Александра Глебовича, и как ты по-батюшке? Анастасия Николаевна. Вот и у тебя тоже жалкая роль, потому что мы вынуждены разбирать и всерьез цитировать примитивную и наивную бессмысленную ложь Пескова. Для нас вот то, что говорит Песков, к сожалению, наша профессия делает эти бредни событиями. И знаешь, кстати, вот о чем я жалею? очень сильно и жалею, жалею, скажем так, ну, день ото дня, наверное, все сильнее. Жалею о том, что Толкиен дикий халтурщик. И Питер Джексон тоже дикий халтурщик. Нам вот чего не хватило бы сейчас для полноты картинки? Нам не хватило бы, чтобы и в произведении Толкиена, и в фильме Питера Джексона «Властелин колец», гораздо больше внимания было бы уделено внутренней жизни орков. Потому что ведь у орков наверняка была своя культура. Там был свой Песков, который при Сауроне песклявым и мерзким голосом осуществлял свои пресс-функции. Если ты помнишь сцену, когда из ворот выезжает какая-то мразь, уже в последней серии «Властелин колец», это вот как раз я подозреваю тот самый Песков Саурона. Пойми, ведь у орков у них наверняка была своя эстрада. У них наверняка был свой, но они же не только ковали свои пики, хрюкали и ходили строем. Нет. И у них наверняка был свой орк в стразах, в павлиньих перьях, который пел про зайку, и был орк, который пел про то, что я орк всему миру назло, я иду до конца, и был старый бугристый орк с непомерным пузом, писатель про ханов, который писал для орка в книжке, и был, вероятно, вероятно, был патриорк, патриорк Гундяев, и очень жалко, было свое министерство культуры у орка. Очень жалко, что вот и Питер Джексон, и Толкин не описали нам этого, потому что мы бы лучше понимали сегодняшнюю Россию. Это я к тому, что давай не будем разбирать каждое высказывание Пескова. Он ведь сегодня говорит одно, завтра говорит другое. Это абсолютно несамостоятельный персонаж. Мало того, что он несамостоятельен, так он еще и транслирует, он транслирует человека явно поврежденным, с явно поврежденным рассудком, он транслирует своего хозяина Путина. А мы тут с тобой всерьез обсуждаем, какие области Украины они решили оставить себе, а какие они решили на этот раз не захватывать. Нет, я думаю, что этот номер не пройдет абсолютно. Кстати, вот сейчас появилась информация, российские СМИ пишут, что один человек погиб из-за взрыва в Сергиевом Посаде. Ну, всего лишь один. Нет, у меня уже пришло сообщение, что один погиб, один погиб, а шестеро испарились. То есть шестеро пропали совершенно бесследно. И насколько я по своему опыту знаю взрывы такого типа, действительно, как правило, останки людей, которые находились непосредственно в эпицентре, уже потом не обнаруживаются. Либо в сильно дефрагментированном состоянии обнаруживаются где-нибудь за много километров от эпицентра. Но идентифицировать их как останки очень трудно, потому что они не имеют уже сходства с человеческими органами. Просто надо понимать, что вот у пиротехников, у минеров, у взрывников есть такое понятие испарил, да? Это когда взрыв не оставляет от материальных структур ничего осязаемого и узнаваемого, когда все рвется в мелкие клочья. А там вот, судя по всему, судя по тому, что я вижу, взрыв был именно той самой силищи. Александр Глебович, вы приводили пример с вором, который уже идет с награбленным, да, и его никто не останавливает, то сейчас что-то подобное происходит, кажется мне, на мировой арене, потому что глава офиса президента Ермака съездил в Саудовскую Аравию, и он написал о том, что не все страны согласились с украинской формулой мира на переговорах, по его словам, разногласия возникли со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, то есть речь идет в частности об ответственности России. А почему именно здесь разногласия? Они не готовы, чтобы Путин был наказан или как? Я подозреваю, что они, как всегда, глубоко дипломатичны, и они подозревают и правильно подозревают и предполагают, что все должно быть постепенным, до тех пор, пока Путин не выловлен, до тех пор, пока Путин не в клетке, до тех пор, пока не разрушена вся преступная система, которую он выстроил и которая на самом деле является инструментом войны, говорить о репарациях вероятно рано. Возможно, есть и среди развивающихся стран юга, люди, которые действительно искренне любят русские деньги, ну, то есть, они не русские, понятно, что имеются в виду евро и доллары, но, тем не менее, вполне себе российского происхождения. Трудно здесь было бы, имея там, сколько было, 30 или 40 стран в Саудовской Аравии, рассчитывать на какое-то абсолютное взаимопонимание, но, тем не менее, самое главное, самое принципиальное, что вся земля, которая принадлежит и которая закреплена спецкомиссией ООН, которая одна, единственная на этой земле имеет право рисовать границы, вот нет никаких других органов, нет никаких других авторитетов, нет никаких других карандашей, которые могут обозначить границы. Это есть спецкомиссия ООН, которая означила границы Украины, утвердила их, и до тех пор, пока оттуда не будет выметена преступная орда, разумеется, разговоры о репарациях и об ответственности Путина, наверное, поднимать рад, потому потому что ну все как бы вот все должно быть, как говорил Эйнштейн, но не все одновременно. Вот время, он говорил, существует для того, чтобы все события не свершались бы одновременно. И вполне возможно, что вот эта мысль немножечко потянуть, отложить разговоры о репарациях, эта мысль принадлежит в том числе и мудрым шейхам, которые понимают, что ну в конце концов надо крысе дать возможность свободно забежать в крысоловку. Не надо пугать ее тем, что там в крысоловке острый штырек. Пусть она думает, что это такой маленький курортик. Еще одну интересную тему хочу обсудить. Буданов объяснил, зачем он раскрывает своих агентов в окружении Путина. И по его словам, когда в ГУР говорят о том, что есть какие-то агенты в Кремле, в России начинают проводить внутренние проверки. И во время одной из таких они начали проверять абсолютно всех, кто имеет родственников в Украине. А оказалось, что почти у всех есть родственники. Ну и в результате посадили трех человек, тридцать одного уволили или перевели в другие места. Но еще больший процент людей попал под определенное давление. То есть, по сути, они сейчас парализуют собственную работу. Как вы считаете, какого уровня это агенты? И, возможно, у вас есть какая-то информация инсайдерская по поводу этих зачисток? Ну, во-первых, если бы у меня и была такая информация инсайдерская, я бы, скорее всего, вам, несмотря на все ваше очарование, вы уж меня простите, я бы вам, наверное, этого не рассказал. Потому что, к сожалению, быть осведомленным человеком мучительно, больно и плохо. Ведь когда человек действительно что-то знает, ты же, в общем, обязан иметь представление. Сперва тебе все рассказывают, сперва тебе посвящают в немыслимые подробности, а потом тебе говорят, знаешь, вот всего этого публиковать нельзя. И говорить, и рассказывать об этом тоже нельзя. Поэтому то, что касается чисток в Кремле, ну, от перемены мест идиотов сумма не меняется. И ситуация ни кардинальным, ни некардинальным образом никак не претерпевает никаких вообще метаморфоз. Там все в той или иной степени стоят друг друга. Это все равно все клоны, это люди, которые подобраны по одному единственному принципу, принципу лояльности, принципу преданности, принципу безвредности. Следовательно, это не могут быть люди ни яркие, ни опасные, ни сколько бы то ни было наделенные индивидуальными, скажем так, чертами. Поэтому сколько их там посадят, сколько их посадят и сколько из них подпадет под подозрение, нам не так важно. А к словам Буданова я бы рекомендовал относиться осторожнее, потому что совершенно непонятно, в какую минуту Буданов, как ему и полагается, по долгу службы непосредственно занимается провокацией. Тогда ли, когда он рассказывает о той провокации, которую он уже совершил? Или тогда, когда он говорит о том провокации, которую он только предполагает совершить, для того, чтобы была возможность не рассказывать о той провокации, которую он совершить не предполагал? То есть мы понимаем, что Буданов владеет этой клавиатурой, клавиатурой провокации в совершенстве, и он дико, конечно же, он дико играет на нервах шизанутого Кремля, потому что там все это всегда очень... Настя, там все действительно, я тебе некоторые секреты могу выдать, там действительно все всегда в прикуску с манией преследования. Там действительно, поскольку особи при престоле Путина, они примерно однокалиберные, они примерно с одним уровнем интеллекта, смысла, безмыслия, они, конечно, понимают, что они легко могут быть заменены другим точно таким же ничторством. Это заставляет их очень переживать за свое место. Там понятно, что люди, которые обладают некими особенностями, некими дарованиями, знаниями, им нечего беспокоиться, их не волнует конкуренция, потому что они там... Страдиварь точно знал, что его никто не заменит на сцене. Как и Макс Борн тоже понимал, что найти ему равного физики будет невозможно, поэтому он может позволить себе вести себя как угодно. А вот эта вот безликая путинская толпа, к тому же еще повязанная общими преступлениями, она, конечно, очень переживает. И я подозреваю, что каждый раз, когда она видит Буданова в интернете или в своих телеящиках, у них просто начинаются приступы падучи, потому что вот ну нельзя, ну слушайте, я в данном случае говорю не о Буданове никак о каком-то ну говорю не о его профессиональной вот прямой деятельности, которая тоже весьма и весьма успешна, утреннее происшествие на заводе никакого отношения не имеет ни к Буданову, ни к его профессиональной деятельности, которую мы видим, но я говорю еще и об умении себя вести, об умении я просто ну примерно такой же мерзавец, и мерзавец мерзавца он ведь видит издалека, и он конечно же конечно изумительно играет на кремлевских нервах и да постоянно провоцирует их на глупости, на пакости, на самые невероятные невероятности смотри у нас осталось всего несколько минут да я знаю что вы хотели поговорить еще одной теме интересной эту новость я прочитала благодаря вам потому что я ее не видела честно вам скажу о том что на Чудском озере стартовал какой-то там этап научной экспедиции хотят найти следы ледового побоища ну понимаешь мы когда мы говорим про ледовое побоище мы говорим об основной принципиальной скрипе мы говорим о предельно мерзком явлении потому что мы говорим наверное о тех явлениях которые когда-то когда-то и стали основой вот этого вот этого рабства России вот этого и это ее готовности залезть под сапог сильного и именно этот Невский который в реальности работал просто сборщиком Дани у татар он стал не случайным символом потому что ведь именно он когда-то научил своим примером весь управленческий аппарат Древней Руси быть безоговорочными быть покорными терпеть иго чувствуешь да связь с сегодняшним днем и все связанные с ним унижения и обрати внимание вот вроде бы было бедствие в виде нашествия под которое так с такой легкостью легла тогда уже на тот момент Московская Русь и посмотри на Европу посмотри Европа неся потери терпя поражение кровавое и страшное от татарских орд она все равно успешно очень отражала и кровавое наползание орды и ее попытки завладеть чешскими германскими польскими городами мы видели там рыцарство германское польское французское чешское которое отстояло свои земли и не позволило тогда на эти земли встать ханскому сапогу то есть мы видим два совершенно разных подхода мы видим символ коллаборационизма покорности и трусости Невской и видим отвагу Европы которая тем не менее отшвырнула и Батыя и всех остальных представителей скажем так орды от своих врат это важно это важно именно поэтому ну вообще если они хотят если они хотят найти какие-нибудь следы напоследок я могу сказать им не надо организовывать такие безумные экспедиции единственное место где имеет смысл искать следы этой фейковой битвы Настенька сказать тебе его скажите ну это все-таки двор массфильмов Патрихи вот там могут найтись различные аксессуары именно там происходила съемка этого фейкового сражения для фильма Эйзенштейна который сделал Невского тем самым национальным героем раскопки имеет смысл вести только там там надо просто тщательнее искать тогда обязательно найдется шлемчик сделанный из старого ведра рукоятка меча резиновый наконечник копья ну в принципе неважно из чего это сделано из ведра или из резины для создания национальной истории как известно годится в России любой вообще фейк ну или же можно просто почитать учебники истории которые они пишут ну вот почитать учебники истории мы уже не успеем поговорить у нас остается одна минута в эфире я направляю я про учебники я уже все сказал что да действительно сказал у себя в телеграм-канале наверное я был прямее всех и откровеннее всех я сказал да действительно там какую-то немыслимо лживую муть про напавшую на мирно дремавшую Россию на нее напала в 4 утра Украина вторглась в ее территориальное угодие я уже сказал про то что этот учебник написал не такой забавный тихий послушный дрищ Мединский но у Мединского который написал этот учебник и даже собирается его уже издали есть очень мощный конкурент очень мощный конкурент этот конкурент тоже пишет историю России он пишет учебники по истории России и фамилия этого конкурента Залужина он пишет эти учебники всей кровью этой войны да я с вами полностью согласна ну и естественно наши воины наши вооруженные силы Украины и я думаю что мы точно напишем учебники те которые будут учить во всем мире ну не знаю как будет в России если на тот момент она будет еще существовать но все же Александр Глебович огромное вам спасибо за интересный разговор спасибо за то что вы присоединились и мы провели с вами такой совместный эфир я напомню что это были Невзоровские среды итоги дня вместе с Александром Невзоровым и Анастасией Норицыной и это видео вы можете посмотреть как на ютуб-канале Невзоров и на ютуб-канале 24 подписывайтесь ставьте свои лайки и пишите комментарии всем спасибо за внимание желаю хороших приятных новостей и спокойного вечера слава Украине героям слава и на ютуб-канале до новых встреч Продолжение следует...